Мордор сейчас находится на репутационном дне и в некоторых моментах уже опередил знаковые страны изгои – Северную Корею, Иран и Венесуэлу. По крайней мере, объем санкций, которые приняла на борт Москва, превышает то, что наложили на собратьев и, возможно, даже больше совокупного объема санкций троицы. Россия пока еще не получила статус «спонсор терроризма», но закручивание гаек в процессе, поэтому еще не вечер. В апреле пресса Аркастана пестрела статьями о том, что Запад исчерпал запас санкций и дальше некуда, при этом на апрель пришелся пик выручки от нефтегазового сектора. Однако пришел май, и новые пакеты санкций полетели с таким грохотом, что все моментально заткнулись, а доходы сорвались в пике. Сегодня пресса Мордора публикует другие, более грустные буквы. В июне федеральный бюджет получил минимальный за год объем нефтегазовых доходов – 717 миллиардов рублей, следует из оперативных данных Минфина. По сравнению с маем, сборы с нефтегазовых корпораций просели еще на 154 миллиарда рублей или 18%, а если сравнивать с рекордным апрелем – более чем вдвое. В первом квартале бюджет зарабатывал в среднем почти триллион рублей в месяц за счет экспорта углеводородов, и с тех пор река нефтегазовой ренты обмелела почти на четверть. Отхватив одни из самых мощных пакетов санкций после апреля, Россо-СМИ перестали педалировать тему, помня о том, что было в прошлый раз, а из Брюсселя и Вашингтона идет информация о формировании новых пакетов. В обсуждениях следующих рестрикций речь идет о вторичных санкциях или мерах, которые пора применять компаниям, которые нарушают уже имеющийся санкционный режим. Это происходит пока эпизодически, но все может измениться. По крайней мере, недавно в санкционный список США попал сразу десяток частных компаний Китая, которые играли в серые схемы поставок в Мордор. И вот в конце прошлой недели появилась информация в виде слухов о том, что Иран собирается поставить Москве крупную партию БПЛА. В начале недели слухи усилились и стали раздаваться даже из США. Иран легко поставляет оружие разным группировкам, действующим на территории Сирии. В частности, поставлялись и дроны в Йемен. Насколько высоки боевые качества этих дронов – другое дело. Но сама предыстория говорит о том, что в принципе такое возможно. Но вот появилось заявление министра иностранных дел Ирана Хосейн Амира Абдалахиана. В нем сформулирована позиция правительства Ирана, из чего следует, что Тегеран не намерен поддерживать ни одну сторону в этой войне, хоть чем-то, а тем более оружием или военной техникой. Из этого следует, что иранцы пошли по стопам талибов, которые на обращение Москвы с просьбой продать оружие, оставшееся после американцев, заявили, что не намерены потакать терроризму. Таким образом, даже изгой Иран решил не пачкаться о федерастов и показал, что не собирается падать до уровня, на котором находится страна лаптей и балалаек. Таким образом, если сейчас определить место залезья как «возле параши», это будет незаслуженным комплиментом. Оно ушло намного дальше. Важно, что движение не закончено, а падение продолжается. Поэтому, когда в Москве рассуждали о том, что санкциям больше негде разогнаться, они не могли представить глубины, на которую придется опуститься опущенным. И это пока не дно. Субтитры создавал DimaTorzok